снова здорово дамы и господа на связи роман и канал при сан геймса мы продолжаем с вами звездные войны галактики героев сегодня у нас естественно великая арена у меня камера опять куда-то уехала непонятно куда зачем почему ладно потом разберусь значит давай сразу по завоеванию подведем итоги почему потому что видео по завоеванию закончились 6 сундук был взят вот еще сюда запрыгну конечно дальше уже не пойду то есть до 7 до 7 сундука там надо заморачиваться мне лень дохи тоже некогда поэтому в топку 6 сундук три раза возьмем там будь что будет далее непосредственно сама великая арена второй раунд был слит к сожалению но бывает всякое просто потому что соперник нас закрыл закрыл грязно закрыл без фейлов но мы его не закрыли вот то есть его хитрость опять же с легендой палпатином она сработала на ура мы немножко отлетели соперник на сегодня у нас рыба куб робо кэп к сожалению не робокоп очень жаль имеет у нас палача в 5 звезд в пяти звездах и раз два три четыре четыре легенды но пгм у него прям ну не соизмерим на 2 миллиона выше и меня посетила одна интересная такая мысль что кайбер 4 кайбер 3 по ходу здесь происходит самое интересное почему потому что награда за дейлики не сильно отличаются от кайбер 2 того же но очень как как будете сказать больше винрейт то есть получается игроки специально опускаются до кайбер 3 кайбер 4 для того чтобы после этого идти вверх по мастерству потом опять быстренько спуститься и опять рубить кристаллы но это лишь мое мнение мое наблюдение скажем так ладно давай зырить он нас пока еще не закрыл в любом случае у него есть млюк на которого он прям жестко потратился просто фишка вся в том то что какого бы ты млюка не поставил он в любом случае отлетит от легенды палпатина встает вопрос нафига сюда запихивать рулюка с ревана это как минимум еще две пачки просто-напросто теряется опять же омикрон квай без энакина вот где энакин а хрен знает где энакин где на энакин где-то спит ладно хорошо давай начнем наверное в любом случае с вампы вампу я уже по реликам поднимаю но к сожалению естественно здесь на это великой арене он будет такой какой будет что я хочу вампе заиметь такого интересного в принципе у меня пробить и брони эффективность ну пусть будет пробить и но там не особо важно для аджор вот аджор бы ему поставить но аджор к сожалению я потратил надо так поставил дата крон в защиту защиту кому же я поставил слушай по моему гэсу если я не ошибаюсь то вроде гэсу на очень быстрый гриву спак мне это не нравится скажу тебе сразу это прямо плохо но золотая драй дека ну конечно же метка на драй деку а как иначе о видишь золотая сразу видно что золотая не особо то и пробивает что для нас естественно хорошо ну а метка конечно плохо потому что там висит не уяз метка слетела давай тогда бить б2 не 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 он сейчас контратаку в гривус и метка опять да ёпт твою мать а сейчас еще и драй дека будет ходить а у меня бонусной защиты нет теперь есть теряй 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 есть контакт сюда иди хорошо до пятого релико я точно поднимаю вампу до седьмого вопрос наверное пока нет но в будущем да но пока что наверное нет почему потому что у меня еще слишком много персонажей для покачки и поднимая сейчас вампу до седьмого релико я просто потеряю ресурсы немножко не в том направлении а мне надо хорошечно склад усиливать потому что у меня с атака есть ли что принципе это плюс минус адекватно с пачками в атаку то вот защитой у меня могу по полная мне просто не хочется знаешь стоять перед выбором либо делать крепкий дэв либо крепкую защиту надо делать и крепкий дэв и крепкую защиту так сюда отправляется легенда палпатыч он отправляется естественно с товарищем ватом изучаем его датакрон видим особый урон физический урон критический урон пробитие брони когда союзники с принадлежностью светлая сторона сопротивляются отрицательному эффекту они восстановят 2 процента здоровья защиты на срать когда союзники из фракции джедай атакуют вне очереди они с 25 процентной вероятностью отнимают у цели 10 процентов шкалы хода а по-моему у палпатина иммунитет к шкале хода ну нельзя срезать если я не ошибаюсь слушай я вот этого не помню ну-ка где у него уникалочка так император вечных ситхов не восприимчив к провокации и снижению шкалы хода вот то есть в принципе насрать то что ват даст восстановление защиты тоже в принципе пофиг это мы настакаем поехали не страшно не страшно легенда палпатин должен его разнести просто в клочечки по самое не балуйся я накидываю себе генератор защиты сюда связь и на товарища рлюка тоже немножко связи я накину не ну минус ватт это естественно это само собой чик больно-больно бьют в ляха что-то зачесалось плечо как будто бы комар укусил больно бьют но жить в принципе можно с этим попробую полечить немножко вата теперь же с другой стороны а имеет ли смысл мне вообще лечить вата серьезно зачем он все равно сдохнет арлю от урлюка я его не спасу абсолютно а ну и либо от сребота прикол этой пачки люка в том то что здесь ват по факту абсолютно бесполезное создание ватт и регенит защиту палпатин эту защиту ворует поэтому ватт без лидерки баси не имеет никакого смысла против легенды палпатина естественно поэтому здесь ну он лишний он здесь абсолютно ненужный персонаж так что зря я его он сюда поставил так ладно да я тогда быстренько млюка уделаю а потом уже попробую отхилиться отхилиться на всех остальных так очень важное сообщение я быстро читаю я прочитал вот таким образом я делаю все отхилялся отлично ты заметил кстати интересный баг я всех убил остался отшельник на которого на мгновение передался ход автоматически вернулся ход легенде палпатину и я до до восстановил себе защиту вот такое вот интересное наблюдение далее гэса у меня нет а с омикроном квайом с омикрон квайом могут быть проблемы трудности встают вопросы что мне с ним делать у меня еще гэс есть здесь у соперника у меня еще здесь есть слкр есть падме в хреновом составе ой прям таки не знаю слушай что у меня тут пишут по датакрону темная сторона ошеломляют или оглушают врага не восстановят 10 процентов здоровья защиты эффективность стойкость сюда идет на бляха но давай пробовать у меня в зеркалите ссылка и ров не особо получается если честно плюсом у меня здесь нет второго танка у меня здесь идет офицер поэтому могут возникнуть трудности о ммм да мы попробуем наверное так хотя преодолеть сопротивляемость там не особенно мне особо то и надо Блин, ну давай пробовать По старой схеме работаем Стан сюда Хакс летит сюда Стан сюда Давай делаю вот так Передаю ход Не понял Подожди, а А разве передача хода блокирует свою ссылку Ира Шахар А ты в смысле Почему ты опять ходишь-то? Ты не охерел ли, дружище? Ты? Ты подожди Я что-то не просек У него даже скорости меньше, чем у меня У меня Пошел Готово Готово Не гоня И стою Готово Готово Ну Готово Готово что это вообще был я не понял подожди давай на потом оставим разбор сейчас разберемся с тем что мне делать дальше но я честно говоря немножко в недоумении так ладно подожди 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 древон пак древон пак древона надо кем-то выносить конечно может быть сильно опасно но сюда можно завалиться с ревоном на самом деле на падме отправить малака древон очень медленный давай малака на падме отправлю там инакин свалота такая я вообще не понял если честно что происходило почему меня за офицера ход не передался какая-то ерунда я в шоке если честно я просто в эмоциональном шоке как такое вообще могло произойти и что в принципе произошло по скоростям у меня пятьсот семьдесят девять скорости у него пятьсот сорок пять сука как он ходит два раза подряд и там никто не запрещает передачу шкалы хода что дичь какая-то да ну перестань на тебе это не поможет да 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 с моей стойкостью меня глушить извиняюсь пацаны но это бессмысленно ну что на отсосе закончим да теперь мне еще нужно пачка для добивки кайло ну как как так что же это такое то а бляха если я захожу сюда за древона за сревона то кем не забирать о микрон квая если я туда захожу за сревона то кем не забирать древона скоростей тут немного но вроде малых запрещает манипуляции со шкалой хода вражеские ситхи не могут получить прибавку к шкале хода просто без темного штурмовика справлюсь ли я вполне вероятно что нет а невоспоримчиво к уменьшению шкалы хода ммм 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 мммм ммммм ммммм А мне еще Кайло надо как-то добивать. Тоже стоит вопрос, кем? Я еще и тут не уверен, что получится. Ну, в принципе, скорости позволяют Басю вырубить. Так, ладно. Ну, конечно, Сашка мне создал. Бляха. Нет, Сашка молодец, тактика-то у него неплохая. Просто она выходит за рамки зоны комфорта и того, как я привык играть. Бляха, если я прыгну и нанесу Крит, то это будет печально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А под меткой смерти оживить же нельзя союзникам. Да чтоб тебя! Я понимаю, что это не сработает. И здесь не сработает, сука, тут потрясение висит. А с потрясением я не могу накладывать положительные эффекты. Минус йода, ну здорово. Призывы тут тоже не работают. Твою мать. Конечно крит, почему бы не крит. И опять потрясение. Блять! Не получилось. Да. А знаешь почему? Потому что вместо отшельника надо было брать кого? Гека! Гека! Не, все, это уже шляпа. Это уже не проходняк. Это уже не проходняк. К сожалению. Подожди, а что там написано? Плюс 30 скорости. Может, я, конечно, понимаю, что это все хуета, но давай попробуем. Раз уж я все равно сливаю, то почему бы не поставить Экспириальмус и посмотреть, что из этого может получиться. И может ли из этого что-то получиться? Потому что, почему? Потому что здесь нет Энакина. Понимаешь? То есть, бонусный ход никто получать не будет. Великолепно. Просто великолепно. Да. Древан Малак. Древан Малак. Древан Малак. Не, ну есть один вариант, который выглядит не очень то правдоподобно. Но он имеет место быть. Я не посмотрел, расходовка там чем закончилась. Древан прыгал, не прыгал. Пиздец. Вот почему именно его надо было высечь? Ну зачем? Суки. А что у них со здоровьем? Почему оно уравнивается? А, ну да. Все положительные эффекты. Блин. У меня платы нет, пока не имеет смысла. Ай, как больно. Как же это больно. Перестань, пожалуйста. Пацаны, не критуем, не критуем. Ну что вы делаете? Ну не критуем же, еб вашу мать. Как тебе запрет на прохил? Что? Что? Это был стан? Ёб твою мать. Как можно стан накинуть в Малака? Что за Малак, кто такой слабенький? Тихо, тихо. Вот сейчас бы ракетку в него пустить. Ну куда ты лезешь? Ну что ты делаешь? Ну ёп твою мать. Понижение стойкости есть. Отлично. Отлично. На, сучара. Ай, так, ладно. Что у меня позади? Там есть легенда какая-нибудь? Там нет легенды. Но и крыть там не особо уже нечем. Давай будем смотреть. Правде у глазёшки. Хорошо. Так. СЛКР, ГЭС, Мол. Мол, кстати, можно было тоже за имперских штурмовиков вынести. Но уже никак. Допустим, я сюда могу поставить... Бляха, ну против ГЭСа ну кого? О, ты же ГЭС. Не, ну тут без вариантов. Ну, просто реально нет вариантов. Я вообще не вижу. Вот кем к СЛКРа забирать? Повстанцам ей, к сожалению, урона не хватит. Так-то было бы круто. Угу, угу. Блин, что там со СЛКРом произошло? Я вот прям вообще понять не могу. У него датакрон не даёт ему ничего. Ошеломление, оглушение. Но оно же даёт восстановление защиты. Ага. Великолепно. Раздали дроздов. ГЭС ушёл. ГЭС ушёл. Вот реально, кого сюда отправить? Вот прям вот мысли у меня, знаешь, сколько? Ровно нуль. Просто нет мыслей. Не, ну, блин, повстанцы почему-то в голове крутятся. Но что сделают повстанцы? Что могут сделать там повстанцы? Получить пизды. Могут? Могут. А что-то дельное? Ну, в принципе, КЛС может и удивить, конечно. Вообще не знаю. Так. Быстро отвечу. Быстрый ответ. Ой. Альфин, а что кричишь-то? Ещё и громко так. Блин. Там ещё мол. Мол сильный, мол мерзкий, мол вредный, мол дерзкий. Тур. Тур. Журупчина попёрла прям. Ну, куда ж ты? Ну, что ж ты с тяги-то мои просираешь мне? У меня и так два фейла. У него две легенды, походу, было в атаке, и он обе слил. И теперь он не знает, либо размышляет. А, подожди, он Малгуса вроде забрал. А, нет, не забрал. Вот у него, судя по всему, проблемы как раз таки с забором Малгуса. Он не знает, чем, как и куда. Хорошо это для меня? Хорошо, конечно же. Ой, да всё, иди ты нахер. Задолбал. Дашь. Сволота. Может, у меня там Малгус стоит. Не коцаны, не тронутые. Давай. Попробуй. Бляха, повстанцы и туда были бы хороши. Ну, давай попробуем сюда повстанцы впустить. Я реально больше не знаю, просто кого мне сюда ещё запускать. Ну, бляха, это Кайло. Он же, как же больно, сука, бьёт, а. Бьёт, как мразь. Проблема ещё заключается немножко в том, что Трипи у Ючу и Собак. А, мы тут ещё кое-кто можем резать Шиха, что он убивает ему максимальное количество защиты. Но у него защиты сейчас, в принципе, нет. Ага, ну она добавляется. Промазал, гуд. Что на нём была слепота. Бляха, надо было этим-то как раз-таки и воспользоваться. Твою мать. Будь бы мы посильнее, конечно, бы его уже уделали, если честно. Слепота есть. Молодец. Есть, есть, хорошо, хорошо, хорошо. Допустим, допустим. Мол. 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 И ещё раз. Мол. Падмы мне пускать некем. Видишь, тут Падмы для МДК создано. Оставлено. Что же делать? Ну, мне надо закрывать верхнюю территорию. Потому что закрываю её, я ещё на флоте могу... Что-то, где-то, куда-то. Но кем? Вейдер? Нет. Сейчас, с другой стороны, почему нет? Ммм. Ну вот, почему. А что по скоростям? 286. 286. Ну, как-то так. Как-то так. Я понял тебя. Наверное, было слишком самонадеяно, да? Вот так вот просто лупить. Видимо, да. Ну, почему Вейдер, а? Вот Креника бейте. И все отожрались просто моментально. Не, ну за Вейдера, конечно, да. Немножко глуповато было сюда заходить. Но я особо и вариантов не вижу. Угу, угу. Антикрит. Мое почтение. Ну, я больше не включу резню. Во-первых, потому что сдохнул. Хе-хе-хе. А во-вторых, потому что она у меня просто будет в вечном откате. Тут же вроде как Мол откатывает способности. А откатывает он их, будь здоров. У него опять пять зарядов. У меня три хода. Он сейчас начнет ходить, и опять пооткатывает мне все на свете. Ой, все. Что же делать? Бляха. Подожди, а ты как сюда попала? Ах, ну да. Ладно, пойдем. Почему бы и нет? Можно было бы взять, конечно, какого-то танка. Но, а какой смысл мне от этого танка? Почему я сразу за Падмой не пошел? Давай, наверное, поступим вот так. 20 бицух не убил и золотого Кандеруса. Не, ну это уже наглость. Ай-яй. Это плохо. Падме. Не спасаешь ты своих пацанов вообще. Почему 20 бицух не убивают золотого Кандеруса? Ну, слушай, быть бы тут кто-нибудь покрепче. Типа Энакин. Мы бы раскидали все это мероприятие на самом деле. Но, к сожалению, увы и ах. Да это бессмысленно. Это просто война ни о чем. Я даже не буду тут уже все. Мучаться, страдать. Нафига это надо? Это не сработает. До флота мне не добраться. Просто-напросто не пробиться никак. Пробовать хотя бы не... Ах, тоже не получится. Там Даш мне пизды даст. Ну, давайте, типа, начну так. Бляха, птички, это хреново. Никто не умер? Нет. Хорошо. Слепота есть. Мне бы еще прохил. Альфа слыхал? Альфа слыхал? Я тебе про прохил тут речи толкаю. Хотелось бы... Спасибо. Ходжуки не подвели в этот раз. Ладно, допустим. Надо разобрать, что со СЛКР-ом произошло. Там, по-моему, какая-то шляпа. Что-то там не то. Вот сюда уже вопрос встает открытым. Потому что... Мне идти тупо неким. Ну, реально. Мерзавцы и повстанцы. Давай. М. Мерзавец. О-о-о. О-о-о. А если П. Повстанец? Я понял. Ну, поехали. Хе-хе-хе. Так... Хе-хе-хе. А что еще делать? Сволота. Ай. Ну, зачем? Ну, зачем? Понятно. Да. Все плохо произошло. Ничего здесь я поделать не могу. Поломался мой план. Полностью вообще развалился. Развалился. Разломался. И первый круг. Мы ушли в минус 3. Плохо это? Плохо. Смертельно? Нет. Бывает и такое. Ничего страшного. Надо подумать дальше над тактикой. Надо сделать... Блин, в принципе, тапаки неплохие в атаку. Но мне не хватает их. Мне не хватает запаса. Если я выдергиваю запас, тогда у меня ослабевает автоматический деф. С этим надо что-то делать. Вопрос только что. Мне буквально не хватает одной пачки. Но эта пачка должна быть супер универсальная. Гэс. В дефе слишком жирный. Вляха, надо подумать. Вообще, кстати, можешь написать в комментариях, какую пачку можно запильнуть в атаку. Потому что реально не хватает. Да, да. Ладно. Подписывайся на телеграм-канал, на ютуб-канал. Пиши комментарии, ставь лайки. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да прибыдет с нами Сила. Субтитры сделал DimaTorzok